Больше, чем просто детский дом. В преддверии Дня защиты детей Павел Коньков посетил Фурмановский детдом. За чаепитием воспитанники рассказали губернатору о своих достижениях, спортивных и творческих. Глава региона пожелал ребятам вырасти достойными и честными людьми, тем более, что все условия у них для этого есть. Здесь давно не стоит вопрос, связанных с качественным питанием, с качественной одеждой. Сегодня наши дети ходят в обычные школы, что очень важно. Они живут буквально по семейному варианту в небольших, хороших, уютных комнатах. И очень много времени силы уделяется, прежде всего, их досугу, их воспитанию. Каждый имеет право на семью. Именно такого правила придерживаются местные педагоги. А потому Фурмановский детский дом гораздо больше, чем просто учреждение, где воспитывают сирот. Здесь работает Центр подготовки приемных родителей и сопровождение замещающих семей. Есть отделение восстановления кровной семьи. Все воспитанники знакомы со своими родственниками. Мы стараемся, чтобы наши ребята знали свою семью, знали своих кровных родственников, поддерживали с ними связь. Поэтому помогаем им писать письма. Всегда рады, когда родственники навещают детей в детском доме. Благодаря такой активной работе с родителями кровными и потенциальными все больше ребят обретают настоящую семью. Детей берут все больше. У нас за год уходит порядка 1-3 воспитанников в семьи. Наверное, все-таки люди охотнее берут детей младшего возраста. Потому что семья, принимая к себе ребенка, надеется, что у них будет достаточно времени, чтобы его чему-то научить, передать свой опыт. А когда берешь 14-15-летнего ребенка, то, наверное, этих шансов меньше. Сейчас в Фурманском детском доме проживают 28 ребят. Их личностному росту, творческому развитию и эмоциональному равновесию педагоги уделяют колоссальное количество времени. Отдохнуть от уроков и просто подумать о хорошем можно в комнате психологической разгрузки. Найти себя в актерском ремесле, шахматах или рукоделии – запросто. Главное помнить – людей неинтересных в мире нет, а детей тем более. Не бывает такого, что ребенок не талантлив, не приспособлен. Каждый ребенок талантлив, талантлив по-своему. И просто надо найти то, что именно увлекает ребенка, то, что ему больше понравилось. В планах на этот год у Фурмановского детского дома построить на своей территории хорошую спортивную площадку. С помощью проекта «Я строю жизнь» приобретут необходимое оборудование. Ну и, конечно, не откажутся от помощи любого, кто захочет внести свой вклад в спортивные успехи и достижения детдомовцев. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Фурманов. Устроить нас. Увозить. Ах!